Мы входим в принципе в эпоху многообразия, многообразия средств коммуникации, например, путем мессенджеров, почты, социальные сети, и все как-то вынудряются сожительствовать, хотя, по-моему, это не очень удобно, когда есть какой-то один инструмент, но полноценный. Оказывается, их 25, но тем не менее все пользуются. С деньгами будет происходить то же самое, то есть территории, какие-то сообщества, которые базируются, опять же, на совместной жизненной территории или профессионального интереса, или какого-то увлечения, будут имитировать собственные криптовалюты, парикмахеры свое, жители деревни Княжево 3, Заокского района, Тульская область 4, какой-нибудь бизнес, сеть 5. Вот это какая-то реальность нашего ближайшего будущего, я думаю, что это наступит через 2 года, через 3, то есть очень быстро это произойдет. И сейчас кажется, что это фантастически, да, как это у меня там будет, не знаю, 10-20 кошельков с разными там валютами, но как бы, тем не менее, в одном телефоне уменьшается, помещается и Viber, и WhatsApp, Telegram, и почта, и Facebook Messenger, и, не знаю, ВКонтакте и прочее, и как-то вот люди удается общаться сразу по многим каналам, хотя, если об этом сказать человеку, там, 10 лет назад, да, сказать, у тебя будет в телефоне, там, 20 средств коммуникации, ты будешь везде общаться, скажешь, ну, сумасшедшись, что ли, вообще-то, зачем мне это надо, я сойду с ума сам, такого не может быть. Или, если говорить о каких-то, вообще, таких рывках в развитии, можно сказать, там, человеку 16-го века сказать, что он будет, что будут бумажные деньги, например, и он будет расплачиваться, купать курицу или какие-то сапожки красные, если не покупать, используя облигации казначейского банка, ну, не понял, о чем речь вообще, и как может, там, на смену золота или драгоценных металлов прийти какое-то, какое-то обязательство. Вот, вот, мы находимся сейчас перед дверью такого скачка. Мир вообще сильно очень изменится, и будет очень большое количество, многообразие финансовых инструментов, которые будут использоваться. Ну, раз это так, и раз, я думаю, что это так зайдет, значит, мы должны реально устраиваться. Вот, тем более, что у «Лавки-Лавки» есть то, что отсутствует во многих других, скажем, бизнесах. Это очень серьезная идеологическая основа, социальный, идейный аспект поддержки фермерства, поддержки органического сельскохозяйства, поддержки местных сообществ, поддержки экологического развития, дружелюбного отношения к природе. Вообще, вот эта идейность, она очень сильна. То есть, значит, вокруг нас есть сообщество. В принципе, сообщество-то и есть. Что такое сообщество? Сообщество – это взаимное доверие. Что такое деньги современные? На чем они базируются? Деньги базируются на доверии. То есть, они не привязаны давно-давно никакому золотому стандарту или чего-то еще. Доллар невозможно пойти в банк и менять на золото или рубль. То есть, золото может дорожать и дешеветь в зависимости от того, сколько стоит валюта. Поэтому деньги базируются на доверии. Доверие базируется на то, что есть некое сообщество. Сообщество у нас есть. Поэтому грех не использовать первое объективные причины, потому что, как я говорю, мир идет в эту сторону и нас ждет криптовалютное многообразие. С другой стороны, у нас есть свое собственное сообщество, преимущество того, что у нас есть от сообщества, этой идеи. Соответственно, эти две части складываются и, в общем, рождают то, что выпуск криптовалюты сам по себе напрашивается. Тем более, что сейчас такой бум на наших глазах разворачивается вокруг. Как это вообще будет работать? На самом деле, как раз сейчас доделал я видеоролик. Он будет с субтитрами крутиться во всех наших магазинах, где есть лучи экрана. В интернет мы его выложим, оно уже сегодня уже. Я, собственно, подробно рассказываю о том, как это работает, с чем это едят. Завтра буквально мы уже откроем полноценный сайт наш, biocoin.bio. В лавке-лавке и ко всех проектах, которые к нам присоединяются, таких уже сейчас больше десяти. Это как не только фермерские хозяйства, которые ведут продажи не только в лавке, например. Это магазины фермерские, которые продают фермерские продукты уже сейчас в Москве. Это, не знаю, там, белийская дистиллерия, джиц. Это новосибирский производитель оборудования для пищевых ремесленников, для производства кваса, сыра, сушки, дегенерации овощей и ягод. Это ГИМТА Китайская, даже одна компания, которая занимается экспортом продовольствия из России в Китай, качественного продовольствия. Это итальянский кооператив по производству чистых продуктов. Вот с одним американским ресторатором сейчас мы должны договориться. То есть, ну и помимо этого, еще куча всяких российских компаний, которых мы напишем на сайте, они уже сейчас объявили о том, что они готовы принимать биокоины. То есть, это некое, уже какие-то фермеры наши, уже частично те, которые изъявили желание, получают оплату в биокоинах от нас. Соответственно, вот-вот мы ведем возможность расплаты и в магазине тоже. То есть, уже есть сообщество, уже есть бизнесы, которые начали уже принимать биокоины или там объявили о том, что вот-вот начнут. Каким образом система в целом заработает? То есть, биокоин это не просто валюта, это платформа лояльности, международная платформа лояльности, которая будет превращать бонусы и всякие баллы, которые в рамках разных систем лояльности будут начисляться покупателям, криптовалюту. То есть, наша задача не создавать систему лояльности. У этой функции есть свои исполнители, есть там уже существующая система лояльности на рынке, в России, в мире. И наша задача создания блокчейн-водуля, который будет трансформировать информацию из любой системы лояльности в криптовалюту. Каким образом это будет защититься? У каждого пользователя системы лояльности, в том числе той, которая в лавке сейчас внедряется, с помощью компании Premium Bonus, она работает уже в ресторанах, в лавке-лавке, и в магазинах с 1 сентября должна начать внедряться, в онлайне и прочих проектах. У пользователя, у каждого на самом деле покупателя есть свой идентификатор. В том случае, если человек отказывается вступить, у него нет, но так как это происходит в практической автоматическом, не надо ничего записывать, никуда заполнять, надо будет просто сказать кассиру, продавцу, какую-нибудь информацию, то есть свой номер телефона и имя, ну, по желанию еще почки. Идентификатором является номер телефона. Это, наверное, стандартная схема, да, пришли в магазин, оказали свой номер телефона, вам пришла смс-ка, вы ее номер там сказали, вам, соответственно, акцептировали возможность расплаты теми бонусами, которые у вас накопились на вашем счету. Вот этот блокчейн-модуль, который мы создаем, он будет связывать идентификатор, внутри системы лояльности и крипто-кошелек каждого из покупателей. Соответственно, у бизнеса, например, в лавке-лавке, да, или какого-то другого бизнеса, который нам присоединится, будет свой крипто-кошелек, туда будут перечисляться биокоины, который этот бизнес выкупил на бирже, я сейчас расскажу об этом еще. У него есть некий запас биокоинов, который он запланировал, скажем, на ближайшую неделю, надо ли на месяц, согласно своей выручке данным о том, сколько, в принципе, баллов он не читает, собирается начислять в этом отчетном периоде. И в момент, соответственно, идентификации покупателя и попадания в систему, в его систему лояльности, скажем, премиум-бонус, если говорим о лавке-лавке, или другие системы лояльности наших партнеров, попадание информации о том, что в таком-то номере, в таком-то человеке с таким-то идентификатором начислено такое-то количество баллов, то в этот момент с криптокошелька вот этого бизнеса, скажем, с криптокошелька лавки-лавки, определенное количество биокоинов перечисляется на кошелек покупателя, то есть идентификатор системы лояльности связан с адресом криптокошелька пользователя. Начисляются ему эти баллы, которые превращаются в криптовалюту, согласно тому курсу, который в тот момент будет набить. В тот момент, когда мы будем запускать, будет еще в эту систему, будет, увидим, еще в процессе подготовки к SEO, то есть выходу на открытый рынок с этой криптовалютой, поэтому курс будет регулироваться нами в этот момент, но это будет до конца октября, октябрь, со 2 октября будет ICO, соответственно, 2 ноября она заканчивается, в ноябре биокоин оказывается на бирже, и, соответственно, уже начисления пользователю, они происходят согласно тому курсу, который есть. Ну, то есть, у нас, скажем, наша система лояльности, прямой бонус, который мы запускаем, преодолевает, что по умолчанию 5% от суммы, потраченной пользователем, покупателем, гостем ресторана, начисляется ему в качестве бонуса в рублях. То есть, потратил человек 1000 рублей, ему начислили 50 биокоинов. Так, 50 рублей в данный момент это 50 биокоинов, 1 рубль это 1 биокоин. В тот момент, когда биокоин выйдет на биржу, то начнение будет происходить согласно биржевому курсу. То есть, висит, благо говоря, там, объявление, сегодня у нас курс такой-то, да, сейчас там курс такой-то. Начислили 5% от 1000 рублей, это 50 рублей. Какой будет курс в этот момент соотношений, столько будет начислено в результате биокоинов? То есть, расчет 5%? Да, 5% что такое? Это 50 рублей. 50 рублей это что? Может, это 50 биокоинов, может, это 25, может, это 3 биокоинов, может, это 100. Поэтому дальше вопрос уже к тому, каким образом этот биокоинт будет жить на бирже. Да, мы предполагаем, что курс будет расти. Ну, теоретически, как и любой финансовый инструмент, может упасть, например. В принципе, да, для покупателя, вот если говорить именно о том, как это будет выводиться, ему совершенно не надо разбираться в криптовалютах, там, быть заинтересованным в этом, да. Он просто, ну, скажет, вот, мы ввели новую систему лояльности, 5% тебе будет защитяться вам на счет. Вот для этого нам просто вам нужен ваш номер телефона, там, и имя, фамилия, ну, там, почту, пожелание, да. Еще дальше, ну, как, можно сказать, что это вообще-то еще криптовалюта. И дальше человек знает, что это про криптовалюты покупатель, не знает. Он в самом случае на этом и пользоваться. Как бы тут интересный такой парадокс, да, потому что мы говорим, что мы говорим, мы предоставляем ему инструментарий, в рамках которого он использует эти баллы, привычные ему, на самом деле, в любых других каких-то заведениях, сетях, там, и так далее. Вот, просто мы наделяем баллы некой еще иной сущностью. Второй сущностью, то, что это еще и криптовалюта. Поэтому получается, что довольно быстро мы предполагаем, что до конца года все покупатели, которые у нас, ну, там, 90%, 95% покупателей, которые осуществляют покупки в «Лавке-Лавке», ходят в рестораны, там, в кафе, они будут внутреть систему лояльности, и так или иначе за ним будет закреплен этот крипт-кошелек. Будут они им пользоваться, там, да, вне «Лавке-Лавке» или нет, это непонятно, мы не знаем, да. Потому что, понятно, что для тех, кто начинает понимать, разбираться в этом, это интересный финансовый дополнительный инструмент. Потому что я, фактически, получаю деньги за то, что я хожу, крачу и покупаю себе продукты. Купил колбасы, ну, то есть, давайте сейчас такую гипотетическую, гипертрофированную, пусть даже, историю. Ходил я в магазин, купил продукты, там, ел колбасу, там, не знаю, суп в магазине, в кафе на Плотниковом ел. Ну, прошло два года, там, курсы заменился, я купил себе машину, на те деньги, которые у меня оказались на счету. Ну, то есть, это вот то, чего бы хотелось, да, я не говорю, что это точно произойдет, но теоретически это повозможно. Потому что у любого покупателя, получается, он может этими деньгами, которые у него накопились в виде вот этих баллов криптовалютных биокоинов, он может расплатиться в лавке, он может пойти в партнерский проект, который не только в России существует, существует, и сейчас будет существовать, и заплатиться там. Он может выйти на биржу и просто продать, даже не обязательно на бирже, криптовобменники. Полно, на самом деле, ресурсов, которые уже работают с криптовалютами, и даже с биокоином, робокасса.ру, есть такой ресурс, где уже осуществляются транзакции, превращающие там биокоины, другие криптовалюты и фиатные валюты тоже. То есть, человек купал, тратил деньги в лавке-лавке, и у него появились, ну, потом взял в интернете, вошел на робокасса.ру или зашел на бирже, просто на бирже, немножко нужно быть подготовленным для того, чтобы торговать на бирже, использовал любой инструмент, вплоть до какого-то телеграм-бота, который сейчас уже существует тоже, и превратил вот эти баллы, которые были на самом криптовалюту, в реальные деньги. Из таких каких-то, не знаю, приятных еще новостей, что мы сейчас реально ведем переговоры с компанией УАЗ, которая тоже хочет присоединиться к этой платформе лояльности, и если все будет хорошо, то вообще-то довольно быстро, потому что они презентуют в начале сентября новые автомобили, и возможно, вот уже в начале сентября, там, они вообще объявят, что биокоин уже принимает к оплате. УАЗ. Да, УАЗ, УАЗ, Патриот, там, и прочее, модель. И это еще, там, только первые шаги. Ну, то есть, что важно донести мне, да, да, коллег из лавки, что для покупателя это очень приятный инструмент, который ему дает возможность накапливать не просто традиционные баллы, хотя это тоже, наверное, приятно, а накапливать криптовалюту, в которой он может и расплатиться лавки, и расплатиться в партнерских проектах, и вывести на биржу, и обменять в каком-то обменнике, там, по текущему курсу. Вот это, наверное, ключевой момент, важный для покупателя. Он бесплатно получает деньги, потому что он ходит и поддерживает местного фермера, это логическое производство устойчивого развития планеты, в конце концов. Почему это выгодно бизнесу, может быть, да, который хочет присоединиться к этой системе? Есть понятные вещи, что это платформа лояльности, система лояльности, которая, понятным образом, является маркетинговым инструментом, привлекающим новых покупателей, так как тут возникает синергетический эффект, да, потому что один бизнес дает новых клиентов другому, тот отвечает какими-то клиентами, клиенты очень мотивированы, да, потому что они, получается, зарабатывают на том, что они покупают продукты. Но это как бы все, ну такое, это все имеющее какое-то к нашей реальности отношение, там, ну, предположим, можно вспомнить мили Аэрофлота, да, они же принимаются не только Аэрофлотом, можно сплотиться в гостинице милями, можно даже получить мили Аэрофлота в некоторых гостиницах, за то, что ты там живешь. Ну и люди продают друг другу мили, тоже известный факт. Вот, но то, что, то, чего действительно раньше не было, нечего, вот в рамках систем лояльности и баллов и так далее, и что появляется с тем, с превращением баллов в криптовалюту, это то, что, вот представьте себе, я бизнес, ну, предположим, у меня какая-то там кофейня, я присоединился к этой системе, вот пришел ко мне человек, и, да, эти бизнесы получают вот этот блокчейн-модуль, взаимодействующий, строящий взаимодействие между системой лояльности и криптокошельками, и блокчейнами, они получают бесплатно, то есть мы отдаем пользование бизнесу этот инструмент бесплатно. Дальше пришел ко мне человек, купил, там, кофе за 100 рублей, вот эти, я ему начислил, я ему должен начислить баллы, биокоины на сумму 5 рублей, ну, или не 5, да, важно, что каждый бизнес сам регулирует, сколько он хочет, 1%, полпроцент, 10, 20, ты вообще делаешь, вот у нас будет по умолчанию 5, дальше там будет статус определенный дополнительно у некоторых покупателей, благодаря которым у них начисляться будет больше, но, в принципе, по умолчанию изначально будет всем покупателям 5%. Если, предположим, эта кофейня тоже идет этим путем, он говорит, что 5%. Вот, мне нужно начислить биокоинов на сумму 5 рублей за вот эту чашечку кофе. Я ее, эти 5 рублей, должен выкупить на бирже, 5 биокоинов выкупить на бирже. Я пошел на биржу, ну, конечно, я покупаю не только для этих 5, но еще там для других покупателей, да, которых я планирую начислить в ближайшую неделю, там, месяц. Я выкупил, вот отдельный транш рассмотрим, рассмотрим. Выкупил 5 биокоинов, это 5 рублей. Потом вот этот транш, вот эти 5 рублей, 5 биокоинов, начинают, эти 5 биокоинов ходить туда-сюда. То есть в следующий раз покупатель пришел, расплатился этим 5 биокоинов. В этот момент 5 биокоинов может стоить каких-то других денег. Не 5 рублей, предположим, 5 с половиной или 6. Вот. Покупатель очень в этот момент рад. То есть он говорит, о, слушайте, ну что себе, у меня было 5 рублей, а стало 6. Там было 50, стало 60, было 500, стало 700, было 5 тысяч, стало 7 тысяч. Было 5, стало 6 рублей. Бизнес, который в этот момент получает 6 рублей, 6 рублей в виде 5 биокоинов, он ничего не теряет, потому что в этот момент курс именно такой. То есть если ему, например, хочется, он может просто вывести эти деньги в фиат и получить вот эти 6 рублей, на которые он грузил товар во второй раз. То есть вот получается, что в первый раз он потерял эти 5 рублей, во второй раз он уже ничего не потерял, получил обратно. Но дальше он начинает эти биокоины начислять опять новым покупателям, или там уже неважно, потом они начинают его возвращать. В случае, представим себе, что если рост криптовалюты на бирже идет очень консервативным образом, ну, например, за 4 года он вырос в 2 раза, ну что, не знаю, эфир вырос в 30 раз за год, там, не знаю, биткоин, знаете, как растет, ну и много примеров роста, а я говорю, ну, для 4 года в 2 раза. Что это означает? Фактически это означает, что эти 5 биокоинов, которые купил бизнесмен в начале, он вложил деньги, на самом деле, под 25% годовых. То есть он получил дохода на свое вложение, на которое он купил скидку 25%, потому что через 4 года эти 5 рублей стали 10 рублями из-за роста курса на 25% в год, что я говорю, крайне консервативно. Я заплатил деньги, купил, возможно, человеку вот этому, дал ему скидку, то есть я вложил деньги в его скидку, ему дал скидку. А потом через 4 года, через год, через месяц, через 10 метров, через какой-то промежуток времени я, получив обратно вот эти биокоины, от покупателей этих и других, я получил сумму, уже равную 10 рублей. То есть я вложил деньги, я уже отбил то, что я ему отдал, получил доход, и теперь я еще начинаю зарабатывать. Не о том, что он там даже у меня тратит, на чем я сейчас умалкиваю, а о том, что я приобрел вот эти биокоины, начисленные ему, и он мне стал их возвращать. Здрасте. Проходите. Ну вот, в этом, конечно, такая действительно инновационность нашего проекта, и такого, ну, во всяком случае, насколько мы знаем, и там мы довольно много общаемся со всякими криптоэнтузиастами по миру, в Китае, в Америке, в Европе, такого пока не существует вообще. Соответственно, для того человека, который инвестировал во время ICO в криптовалюту, в биокоин, у него возникает инструмент, который очень нужен бизнесам, которые бизнесы выкупают на бирже эти биокоины, потому что количество, и спрос, соответственно, увеличивается. Почему спрос увеличивается? Количество бизнесов, которые присоединяются к системе, растет. Сами бизнесы тоже начинают, какие-то из них, во всяком случае, тоже растут. То есть, использователи биокоина становятся все больше и больше, соответственно, потребность на них возникает больше, а источник, где их можно взять, можно только выкупить на бирже, удержатели биокоина, коими являются вначале те, кто инвестировал во время ICO, то есть первичное размещение этих монет в биокоины. Таким образом, получается, что мы создаем инструмент, который очень интересен бизнесу, который его использует, потому что он не то, что не теряет на скидках, а начинает скидкой зарабатывать так, как никто не делает в мире вообще. Он интересен покупателю, потому что он получает очень прикольный инструмент, который его влечет все больше и чаще приходить в магазин, в кафе, потратить деньги, потому что он тем самым зарабатывать начинает просто. И третье, он интересен инвестору, потому что он видит реальное сообщество. Это не какой-то спекулятивный инструмент, который живет там по себе, как в виде какого-нибудь, там, не знаю, условно, там, лайткоины, пиркоины, там, эти коины, дофига. Почему они растут? Да, большинство людей, это непонятно, да, есть какие-то финансовые рычаги, влияние на рынок, какие-то манипуляции, в общем, может быть, и не манипуляции, но это не ясные схемы для, там, 99,9% людей. В данном случае абсолютно все понятно. Сообщество людей, использующих биокоин, растет, потому что это выгодно сообществу. Цена, потребность на них, значит, это, соответственно, растет. Вот, теперь рассмотрим какой-то, не знаю, пессимистический вариант. Положим, что цена не растет, да, или падает. Понятно, что инвестор, в любом случае, как бы, на падающем рынке, ну, если он не собирается потом на этом зарабатывать, ну, для него это какой-то тяжелый момент, хотя, опять же, может быть, лучше, когда упадет купить, потом заработает, когда поднимется. Вот, для бизнеса, ну, фактически, никаких потерь нет. Ну, потому что он отгружает товар на ту сумму, которая сейчас стоит биокоин. Ну, упал, мы что-то, вот, был, там, 5, стало 2,5, да, там, рубля за биокоин. Ну, я сейчас отгружаю товар, вот, я говорю, он отгружает на 2,5, в данный момент, а не на 5. Вот, для покупателя, ну, вот, покупатель может, да, на этом падении испытать теоретический какой-то момент дискомфорта, в тот момент, когда он подумает, что, о, я накопил там 5 тысяч, сейчас я их истрачу. А потом пришел, оказалось, это уже не 5 тысяч рублей, а 3. Вот, одно, с другой стороны, если, вот, покупатель, ну, такой, продвинутый, и он, и по теме понимает, то он может решить, что, наоборот, сейчас лучше я буду, в этот момент, когда упало все, стоимость биокоина, буду вкладывать деньги в продукты, чтобы мне побольше сейчас начислили биокоин, потому что он вырастет в цене завтра, я еще больше заработаю. Вот. Саша, есть у тебя что добавить еще? Нет, ну, в общем-то, Борис рассказал все, да, если вот, ну, по поводу падающего рынка, да, чуть-чуть поправить. Ну, то есть, не то, чтобы ему выгодно больше продуктов покупать, но в любом случае, ну, бесплатно они достаются, да, и, ну, чуть-чуть упало, чуть-чуть выросло непринципиально, но это может быть и мотивацией какой-то дополнительной, быстрее их скинуть, а скинуть, ну, как, придя и купив продуктов, ну, думая, что завтра оно дешевеет, там, еще больше, например. Ну, то есть, бизнес в любом случае выигрывает, ему неважно, растет рынок или падает. То есть, эта система мотивации будет в любом случае мотивировать покупателя идти в лишний раз в магазин и покупать именно в этом магазине продукты. Причем у него мотивация может быть при падающем рынке двойная. Или он хочет скинуть быстрее, потому что он считает, что завтра будет дешевле, и пришел в этом месяц, его потратил. А для бизнеса это все равно деньги, которые на этот момент, да, он все равно получает то, что только биокоин, сколько стоит в рублях, чтобы он ничего не потерял. Есть другой вариант продвинутого какого-то покупателя, который, такой вот, ему нравится эта вся тема, он понимает, что когда все упало, он, в принципе, может пойти и купить, да, он может пойти на биржу и нет. Может так, но я могу получить, получается, бесплатно еще больше всего, бесплатно еще больше. Я куплю на свои обычные 5000 рублей, не знаю, продуктов в онлайне, да, а биокоинов я получу больше, чем вчера. А завтра они подорожают, я, получается, буду в прибыли. То есть, ну, как бы, это уже такой, покупатель, я, наверное, какой-то финансовый спекулянт. Еще важный момент, что мы играем в открытую, мы со всеми регулирующими органами постоянно на связи находимся, и, собственно, там у нас была уже проверка, вот Саша там был в прокуратуре, проверка прошла по факту внедрения приема биткоинов, нарушений не обнаружено, да, нам дали бумажку, называется предостережение, там написано, что, ну, суррогатные деньги запрещены, но, как бы, это и так понятно, но, как бы, такое предостережение не то, что мы, вот, вы там что-то делали, а вот нельзя, нет, предупреждения нет, то есть, в нашей схеме не найдено никаких нарушений, вот. Но факт того, что, а? То есть, вы там же запрещены, суррогатные деньги... Ну, им просто нужно было что-то ответить, они ответили, ну, выдержками из закона, то есть, по сути инцидента, там не было написано вообще ничего абсолютно. И на мой вопрос, нужно ли нам что-то менять в нашей системе оплаты, они сказали нет. Нет и нет. Как эта система заработает? Ну, мы планируем до конца года ее уже запустить. Нет, ну, полноценно совсем. Да, да, полноценно. А так, это в каком-то виде она там с сентября начнет внедряться уже. Вот, а, ну, собственно, для, мы еще, мы, как бы, с точки зрения, вот именно про биакоин, то... Представитесь? Да, Олег Сандер Минюх-Файлов, генный директор компании «Лавка-Лавка». Председатель кооператива. Да, «Лавка-Лавка». То есть, вот, если говорить о биакоине, то в рамках российского правового поля, это, это, это система лояльности, да, и баллы, соответственно, отложенная скидка, это, если человек биакоин, не знаю, купил, мы пробили чек, например, если он реализовал их, получил продукцию за биакоины, то в этот момент, это, ну, это реализация той скидки, правильно? Ну, да. Которую он оплатил, оплатил до этого. Я вот как финансист, ну, в работающем отрасли вижу вот такой вот аспект. Есть такая система мероприятий про действие отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Да. Вот с этой точки зрения рассматривали вот эту вообще всю систему? Ну, да, это вопрос актуальный, важный и... Ведь это, по-прежнему, ну, там, скажем, инструмент дачи взяток, например. Ну... Как любая криптовалюта. Да, да, да. В принципе, на личные деньги они гораздо более анонимны, чем криптовалюта. Да. По той причине, что каждая транзакция и вообще каждая монета от ее рождения майнером, она в открытом виде, в блокчейне есть, и ее историю можно просветить. Баллами Аэрофлота тоже можно дать взяток. Да, безусловно. Нельзя, они не торгуются. Передать можно. Почему? Можно передать третьему лицу. Можно купить билет. Не-не, можно передать баллы, можно передать третьему лицу. Аэрофлотски нельзя. Вот, нельзя. Нельзя. Можно, можно. Можешь купить билет, чего же. Нет, не суть, да? Ну, вот просто вот это вот как некая серая область. Скажем, вот опять же, вы сказали, что наличные деньги, они еще более предосположены к этому, да? Но любая финансовая организация, там, вплоть до ломбардов и, там, не знаю, кого-то там, да, обязана оскулькивать финномониторинг. Ну, вот так. Ну, во-первых, так как наши биоконии будут использоваться именно в первую очередь для системы лояльности, то информацию о криптокошельках, держателях, она уже будет не анонимна. У нас будут персональные данные людей. Е-мейлы, там, их фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон. Ну, дата рождения не уверена, телефон будет. Ну, это та информация... Ну, это же, опять же, будет распределённая система. Естественно. Как это у любая криптовалюта. Нет, значит, это будет интеграция. То есть, в неё не будет единая база. Это будет интеграция именно традиционной системы лояльности, держателей именно базы персональной, и блокчейна как держателя транзакций вот этих вот баллов. Ну, имея в виду, что, грубо говоря, партнёрский бизнес вступает, но, в основном, мы не знаем, кому он там начисляет. У него свои покупатели. Он выкупил на бирже, на свой кошелёк перечислил, что ему надо, а дальше он уже своим покупателям в какие-то кошельки отправляет. Ну, это понятно. Но те риски, которые вы говорите, они здесь, безусловно, они существуют. Я просто ситуация с наличными деньгами, она написана, что ты должен сделать, здесь она не описана, это лакуна. Но это потенциальный источник риски, который придёт и спросит. Это, в принципе, это один из вопросов, который старство пытается отрегулировать, то есть определить, а как это делать. Но, с другой стороны, на мой взгляд, это не такое лукавство. То есть они зацепились за то, что это анонимные операции, и поэтому лучше бы их запретить. Но, как я сразу же отметил, с наличными деньгами это на порядок более анонимные операции, но их же не могут запретить. Тут важнее даже другое, на самом деле. Мы понимаем, что это некая сфера, которая ещё не регламентируется в России, ну и в большинстве стран мира. Но она неизбежна, но это будущее. То есть получается так, есть будущее, в котором мы будем все жить, сейчас оно регламентируется. Можно там взять, сесть под стол и ждать. Давайте вы сначала отрегламентируете, тогда, чтобы я не рисковать, я туда пойду. Ну и это, в принципе, позиция большего количества традиционного бизнеса. Мы сходим с другой позиции. Мы говорим, что это будущее, которое неизбежно наступит, в котором мы будем жить, и мы хотим быть одним из первых. И, собственно, строить вместе, в том числе с государством, это будущее вместе. Потому что как государство будет регулировать, а где оно возьмёт практику какую-то. Для того, чтобы законы новые, которые будут регулировать криптовалюту, соответствовать действительности и нужды бизнеса, и нужды людей, которые пользуются криптовалютой. Для этого нужно создавать кейсы. Для этого нужно пытаться максимально легально, насколько это важно, внедрить в действия, в практику реального бизнеса, использование криптовалют, и войти, например, во все рабочие группы по подготовке законопроекта о криптовалютах. Мы уже сейчас ведём переговоры с Элиной Сидоренко, которая угадает в Госдуме межведомственную группу по вопросу законопроекта о криптовалютах. Мы в этом смысле считаем себя первопроходственными энтузиастами и общественниками даже, можно сказать. Общественниками криптовалютного фронта, в том смысле, что мы хотим внедрять и одновременно тем самым создавать практическое поле использования криптовалют, которое станет базисом для законопроекта, который будет отражать зато реальность. А не так, чтобы приняли какой-то закон, в котором в 20 раз его надо переделывать, потому что он в действительности вообще не соответствует. А по поводу этого вопроса анонимности, одно из таких наиболее простых решений это вывести ли цензирование криптобирж и заставить их получать персональную информацию о том, кто там регистрирует. То есть, в принципе, один из вариантов закона он именно вот об этом сейчас рабатывает. Ну, опять же, да, ввиду того, что эта система децентрализована и биржа может быть, не знаю, на BVI или еще, похоже, юрисдикции можно найти, да, посвободнее. И она ничем не ограничена, как мировой интернет. Ну, в общем-то, никто не уменьшает открыть просто макарочный счет в каком-то шоре и получать оттуда деньги. Разницы нет в этом плане. Ну, или опять же их получать на наличные. В общем-то, это обеспечивает изначально самая технология, да, блокчейн. Наш Bicoin сделан на клоне Bicoin. В общем-то, эти технологии, она и защищает от этого слова. Но при этом это не... Ну, то есть, защита именно личного кошелька она остается вот, ну, вопросом держателей. Ну, таким же образом, каким образом Bicoin реализован. Ну, то есть, это этот же блокчейн. На чем сделан? Ну, собственно, это, получается, форк... На клоне блокчейна Биткоина. Да. Как называется? Ну, нет, он... Пиркоин, который был форком Биткоина, мы, соответственно, взяли Пиркоин за основу, на его основе сделали Bicoin. Ну, то есть, да, сейчас понятно, что сейчас на слуху там Ethereum, там, эфиры, или там, компания Waves в России, которая... Вот, да. В вопросе, Bicoin, призывается ли возможность, соответственно, его ростер за счет ракуширования, да? Потому что вот здесь Bicoin, это все эфиры, а майнин, да? Нет, наша рептовалюта, она не майнинется. Ну, то есть, мы делаем первоначальную эмиссию, ее распродаем, а потом для использования будем ее покупать на бирже. Ну, да, то есть... Количество ограничено. Да. Мы выпускаем 1 миллиард Bicoin, вот, и из них 800 миллионов реализуются во время ICO, ну, соответственно, потом это то, что... Это то, откуда берутся, будут браться с этим Bicoin для начисления, в том числе и лавкой тоже. Вопрос, а чем тогда будет обеспечено эти транзакции и нету майнеров? Ну, то есть, где база, скажем, на счет? Ноды вы имеете в виду? Я не совсем четко это понимаю. Ну, в общем... Ну, да. И делает блоки, собственно. Да, ну, это делают ноды. Ноды устанавливаем мы, устанавливают наши партнеры, которые присоединяются к нашему проекту. Ну, да, то есть материальные, получается, некоторые издержки появляются дополнительные. И при этом держатели нод, они получают премии за транзакции. Ну, то есть за обслуживание. Ну, то есть, в принципе, это же произойдет и с биткоином, и после того, как он весь на майнице, да, и, ну, как бы уже плата за майнинг, она падает, и увеличивается плата за обслуживание транзакций. В общем-то, рост транзакций, он обусловлен, ростом бизнеса, который использует эту систему. То есть, соответственно, там, каждый бизнес, он устанавливает ноду просто у себя. То есть мы, в общем-то, можем в любом магазине ее поставить, это не проблема. Это любой компьютер с Ubuntu, вот там не... Ну, то есть на вот этом уровне, на текущем у нас Тарте не требуются очень какие-то большие мощности для обслуживания. То есть, ну, при росте бизнеса, да, будут расти за отраты, но можно будет модернизировать эту базу. Опять же, из-за того, что мы начисляем премию, да, мы держателем ноды, то есть это может быть выгодно просто людям. Мы отказываемся от вымышленной системы лояльности. Да, отказываемся. То есть она будет трансформирована. То есть карты большого земли мы сейчас не будем? Ну, в тот момент, когда мы интегрируемся полностью, систему премиум бонус, соответственно, будем причем привязывать уже Биокоин к этой системе, то мы постепенно просто откажемся вообще от скидок. То есть все скидки перейдут в систему лояльности. Это большая земля? Нет, она останется, она и будет как раз этим идентификатором не проценты скидки, она скопительная система. Возможно, сейчас мы еще разную... У кого-то 5, может быть, все 10, может быть, те держатели карт, которых есть, у которых 10%, может быть, у них 10 останется. Потому что у нас не было никогда системы массовой раздачи карты, это всегда какой-то очень... Вообще, нигде не написано, что мы их раздаем, да, то есть это какая-то секретная, можно сказать, история, и поэтому, может быть, массово будет как раз 5%, получше все. А у кого были карты, у них будет 10%. А карты, на которых не скидочные, а на которых деньги? Ну, это дебетовые вот эти. Ну, они останутся, нет, они останутся, потом транспормируются по мере истечения. Да, да, да. Вы говорите, 800 миллионов, а если вы планируете, то есть вы сами планируете? Или просто... Мы этот объем биокоина планируем реализовать. Взялась она, в принципе, из нашей экономической модели роста, то есть мы понимаем, что нам вот эта сумма нужна для того, чтобы реализовать наши стратегические планы. Ну, да, стратегический план ассамбле на самом деле 3 года. Постоит, наверное, из двух главных целей. То есть создание, собственно, вот этого блокчейн-модуля, который сможет свободно интегрироваться с любыми системами лояльности. Первое. И на этом нужны ресурсы финансов. Второе. Сделать так, чтобы рост пользователей биокоинов был такой, который нам необходим для того, чтобы там достичь через 3 года полутора миллионов человек в системе. Вот. Потому что полтора миллиона человек, они как бы обеспечивают тот спрос на бирже со стороны бизнесов, который необходим для того, для того, чтобы устойчивый рост курса. Ну, то есть вот эти две причины для формирования именно такой суммы. Ну и в принципе, 1 миллиард выглядит вполне солидно. Скажите, пожалуйста, приобретение монет в рамках ICO это будет рекламная операция? То есть приобретение прочих биткоинов? Да, 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 да. Мы, в принципе, уже сейчас в тестовом виде начали продажи, то есть для того, чтобы отработать технологию этих операций, потому что и мы, в общем-то, ну и, в общем-то, любые криптоэнтузиасты на этом рынке не имеют очень много опыта, его просто нету. Вот. И мы уже принимаем биткоины, принимаем и эфир, и ибирские червонцы. Есть еще и такая валюта. Мы еще пока об этом как-то даже особо и не думали, потому что не было прецедента. Какой это вопрос? Ограничить количество биткоинов в одних руках. А он не мог манипулировать? Если даже это ограничение мы сделаем, то никто не запретит открыть там 80 разных кошельков и 100 кошельков и выкупить ватни руки просто из разных мест. Ну, то есть... Нет, ну, выкупят и отлично. Они как бизнес только знают. На этом этапе уж точно. Вот. Ну, можно еще, в принципе, еще сказать... Нет, давайте я тебе даю вопрос. А вот эти поданные продажи показали сколько стоило сейчас экспериментально один биокоин? Ну, мы сейчас его продаем по курсу примерно один рубль один биокоин. Ну, если в криптовалюте платят, то дешевле на 15%. А если в сторону немножко обсуждать, если всем это интересно, думали вы, что из-за этого может вырасти денежная система? Ну, об этом на самом деле думают наверное все и государство в том числе. Именно поэтому они пытались запретить, потом поняли, что запретить не получится, лучше использовать. то есть ну и мы и остальные все люди, которые в этой теме, они понимают, что это новая какая-то экономическая реальность. То есть криптовалюта может реально заменить тот мировой экономический порядок, который есть на... На самом деле мы только вот начали вообще всю эту историю внедрять на прошлой неделе, грубо говоря, а уже сейчас можно посредить сделки, которые начали происходить. Вот фермер отгрузил нам товар творог, молоко, сыр. Получил за это частичную оплату биокоин. Ему нужна корова, но вот он это из реального мира я рассказываю историю про фермера Почвецова. Корова. Он, значит, покупает корову. Использует опять же частично для оплаты эта корова биокоин и платит другому фермеру. А тот фермер знаете биокоины оплачивает универсибирской компанией, которая к нам присоединилась оборудование по производству сыра. Сырный котел и так далее. То есть вот уже на самом деле есть оборот внутри системы. Внутри или не знаю, будет у нас праздник урожая в конце первого октября мы планируем в нашем нашем то есть каким образом они отражают операцию, но это в общем-то их ответственность. То есть мы лишь предоставляем инструмент. с другой стороны если речь идет об ЛПХ то ему и не надо оплачивать налоги госзаконодательского и поэтому он вполне законно может использовать для счетов криптовалюту точно так же как бублики, фантики. Ну или как раз начал говорить про рынок. Наш рынок который имеет статус фермерского рульничного рынка и там не обязательно выбивать чеки мега химки. Вот мы будем проводить фестиваль праздника урожая 1 октября приедут какие-то новые фермы и так далее. Они что-то такое должны оплатить свое место они должны оплатить нам-то они оплачивают по документу. Это они могут на рынке продавать продукты не пробивая чеки. Ну понятно но ты же практика взаимозачета возможно тоже применить. Поэтому в принципе получается что они могут принимать биокоины к оплате там на рынке и оплатить место биокоину а закрыто это будет с точки зрения то что они обвинут все поставлять продукты у нас у нас есть деятельность они нам мы им места мы можем произвести взаимозачет ну то есть по бухгалтерии это будет проведено как купля продажи с отражением налогов по бухгалтерии но живые деньги не пойдут но они так они так могут не идти если фермер продукцию которую мы продаем в магазинах закупаем у него он же оплачивает нам торговое место на рынке то есть мы имеем право это законодательно определенную операцию провести взаимозачет то есть деньги реально никуда не пойдут ну а по бухгалтерии это будет отражено как операция закупки продуктов фермера да это будет идти в ну как бы нам в снижение налогооблагаемой базы ему и его оплата за торговое место это наша выручка разницы нету никакой то есть в этом случае биокоин ну и любая криптовалюта это просто как удобный инструмент учета операции то есть не надо ничего записывать отправилась одного криптокошелька в другой все людям не нужны посредники для того чтобы зафиксировать оплаты каких-то услуг в рамках вот этих взаимозачетов взаимной работы с фермерами особенно когда он продает на рынке когда вообще не требуется пробитие чека с точки зрения законодательства он может принимать биокоины и дальше с нами в рамках вот этих системы взаимозачетов участвуют биокоины тоже тут тоже нет никакого вообще нарушения и получается при этом абсолютно законный способ прийти купить кольбасу за биокоин никого чека не пробивать вообще потому что там не требуется пробить ну или ну или например люди зарабатывающие преподавательской деятельностью без найма работников они тоже имеют право не регистрировать ИП не регистрировать юрлицо и не платить налоги кто им запретит в качестве оплаты их услуг принимать биткоины или биокоины или любую иную криптовалюту то есть это никак невозможно ни запретить ни регламентировать Я тоже думаю про вас и про их бухгалтерию какие у них голоса как так приходят с этим ведением потому что обычно бухгалтерия это самое сложное любое предприятие с кем можно договориться мне кажется это очень интересная перспектива работы представить нам когда начали принимать биткоины мы в принципе воспринимали для мира учета как некая наша маркетинговая активность это некий наш маркетинговый бюджет который вот мы используем есть сложность определенная я думаю после нового года она будет уже каким-то образом преодолена это превращение криптовалюты в пиатные деньги на текущий момент нету законного способа в нашей стране это делать сюжетом появляются банки вроде как в каких-то европейских странах которые начинают работать криптовалюты некоторые только ну да да но это опять же это иностранное законодательство это уже какие-то валютные операции то есть это некое усложнение у нас это пока законным образом это невозможно но это все это незаконная схема в общем нет то что незаконная она как бы на грани всегда находится я думаю что в россии это будет очень перспектив потому что отечественная валютная она по-моему обесценила где-то в 35 тысяч раз за 30 лет то есть примерно на тысячу ну да ну это раз а во-вторых мы видим просто регулярно отнимают у банков лицензии да то есть а какое может быть доверие к финансовому институту да если просто вот там завтра ты можешь деньги все потерять это вы говорите об объявленных правилах а там же идет поток необъявленных правил к каждой день будут уточнение изменения вы можете прийти по своей карточке снимать а вам скажу сначала принести еще 10 документов потом скажут не могу а вы скажете а почему а он скажет и это не могу сказать так здесь тоже сам нет ну ладно здесь они сами сам человек сам человек хозяин кошелька он в другом случае может получить что-то или отправить но никто нему не ограничивает он правит вот там сегодня были информации что биржа запретила там кому-то выводить свои деньги с биржи ну да так же но это не социального кошелька если у вас на вашем кошелье никто ничего не может запретить если в кошельке непосредственно все вывели кошелька на бирже да только одного человека это сообщение пришло его пока нету даже органа аналитического или способности оценить всю нормативную базу которая действует в данный момент я разговаривал с главой этого департамента и спрашивал теоретически ты можешь делать кто за это отвечает он говорит да если на год остановить производство всех нормативных то через год я дам картину через год потому что их десятки тысяч и они регулируют даже изменения дополнения поправки уточнений при остановке это никто не способен удержать компьютера нет поэтому они могут казнить имел поэтому любая альтернативная система она может быть многократно привлекательной там где люди могут влиять где им показывают правила как вы объявляете если мы например начинаем жульничать и отказываемся от каких-то правил наших то из-за того что наша валюта будет котироваться на рынке это просто резко снизит доверие упадет курс и у нас просто будет мотивация этого не делать мы сами а тут есть луи Продолжение следует...